Светлана – молодая мама двух мальчишек. Младший Гордей в этом году только пошел в детский сад, а старший Матвей осенью уже станет первоклассником. Событие радостное и волнительное для всей семьи. Все-таки первый ребенок. Вроде как бы сама недавно еще только школу закончила, 12 лет прошло. И тут уже своего ребенка отдает в школу. Конечно, страшно, волнительно, но куда от этого денешься? Светлана выбрала 12-ю школу. Она рядом с домом, и нагрузка не такая тяжелая, как в лицее или гимназии. Детский сад, который посещает Матвей, относится к этому же образовательному комплексу. И процесс зачисления в таком случае упрощается. Сейчас мы пишем в саду заявление просто, что мы идем в 12-ю школу. Эти документы отправляются в 12-ю школу. И только летом мы уже приходим и подписываем договор, соглашение. Все эти вещи, нюансы я, конечно, не знаю. Но как нам сказали в среду на родительском собрании, что можно сказать, что мы уже зачислены. С 15 февраля по 31 марта осуществлялся перевод детей из дошкольных образовательных учреждений в школы. И на данный момент в первый класс уже зачислено 3555 ребят. Всего у нас в выпускных группах в садах сейчас около 5000 детей находится. Ну вот ждем. По итогам прошлого года у нас было 8000 детей зачисленных первоклассников. В этом году, думаем, что будет не меньше. Перевод из детского сада – не единственный способ попасть в школу. Также с 1 апреля стартовала электронная запись в первый класс через портал Госуслуг. У меня знакомые есть, они идут в другую школу, то также не по месту регистрации. Они вроде все оформили, у них все быстро прошло, все как бы без проблем обошлось. В этом году электронный способ записи в первый класс стал значительно проще. С этого года новшества. Уже не надо прикреплять никаких документов. У нас идет подтверждение всех документов через межредомственное взаимодействие. То есть родитель просто на портале заполняет заявление, вносит данные о свидетельстве о рождении, своего паспорта, и система сама автоматом проверяет. Подать заявление через портал можно будет по 30 июня, а результаты станут известны в первых числах июля. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова